Русские новости Очень часто мы рассматриваем в качестве новостей события, либо незначимые, либо которые вызывают у нас негативную реакцию. И все происходит вокруг негатива. То, что называют сплошная чернуха, и даже если нам представляют какое-то событие, которое пытаются выдать за большой успех или за какой-то триумф, то все равно в наших глазах это выглядит как продолжение деградации нашей страны. Вот Путин объявляет, что он будет участвовать в выборах президента Российской Федерации. Все ликуют, и нам предписывается тоже ликовать. Но кроме чувства отвращения у вменяемого человека, это не вызывает ничего. У людей, далеких от политики или вообще игнорирующих общественную жизнь, это событие может быть встречено равнодушием. Ну а мы, естественно, встречаем это событие с отвращением, а те, кто находится, что называется, в теме, те прекрасно знают, что это объявление об очередном государственном преступлении. Потому что Путин исчерпал возможность своих выборов себя президентом Российской Федерации после двух сроков, как написано в Конституции. Эта тема уже многократно обсуждалась, интерпретаторы Конституции, эти интерпретации не даны ни законодателям, ни народам, которые, в общем-то, принимал Конституцию. И сама Конституция под вопросом, но уж точно, что свыше двух сроков ни один человек в Российской Федерации не имел права избираться президентом. Как и губернатором. А губернатор у нас правит иногда лет по 20, там Тулеев сидит, и сместить его никак невозможно, вынесут только вперед ногами. И здесь тоже та же самая практика из Кремля, только вперед ногами. Ну и это новости о людях недостойных, недостойных нашей поддержки. Понятно, что на выборах имени Путина победит Путин. Не победит, а будет объявлен победителем. Потому что у нас победители объявляют, имя не становится, а их просто объявляют. Независимо от того, как вы пойдете голосовать, не пойдете, неважно. И вопрос самоопределения у нас все еще сохраняется, так идти на выборы или нет. Если идти, то что там, портить бюллетени, уносить с собой и так далее. Всякие разнообразные там придумывают варианты. Я считаю, что есть только две позиции. Либо бойкот, причем активный бойкот, когда ты не просто не пошел, потому что не пошел, потому что тебе лень там с дивана подняться и так далее. А не пошел и еще постарался, чтобы и остальные не пошли. То есть сказал своим родным, близким, друзьям, что на эти выборы ходить нельзя. Они тотально фальсифицированы и враг России будет объявлен ее главой. Это один вариант. Второй вариант. Если в списке есть наш, тогда активное участие в выборах, активное участие в агитации, активное участие в поддержке. Понятно, что идеальных людей не бывает. У каждого можно найти какие угодно запятые в биографии и можно вообще собрать только один негатив и вылить то, что называется компроматом. Если наш человек достойной поддержки появится в списке кандидатов в президенты, я уверяю, что будет тотальный полив грязью. Причем будут наняты специальные хомячки, которые будут бродить по сети и будут гадить. Как уже сейчас это все происходит, мы это все прекрасно видим. Они расшифровываются почти мгновенно, что это за люди. Им платят построчно. Вот сколько они постов написали, там 300, 500, вот столько им и платят. Вот они ходят по всем оппозиционным ресурсам и гадят от имени, может быть, десятков аккаунтов. Вот то же самое только в десятикратном или стократном размере будет организовано против нашего кандидата путинской кликой. И даже может не путинской, и он, естественно, и знать об этом не знает, но за него все уже давно решили. Потому что этот человек функция, он не самостоятельный, это не личность, это просто вот оболочка такая. Уже совсем не привлекательная, если там поближе посмотреть, видно, что уже все, обтекает этот человек. Он уже давно исчерпал даже свой физический ресурс, морального его и не было изначально, он где-то остался в детских временах. Будут нашего кандидата поливать грязью, естественно, нужно собрать все силы для того, чтобы его отстаивать и для того, чтобы собрать как можно больше голосов. И чтобы после выборов у нас был лидер, на которого мы ориентируемся, народный кандидат в президенты. Или народный президент, прямо уж так. Если Путин фальсификатор, и он должен быть отстранен от власти как фальсификатор, ну вообще всего, что есть, и даже самого государства, то должен быть народный президент. Естественно, что это общественный статус, и все равно нужно будет проводить выборы, и все равно нужно будет в конкурентной борьбе среди достойных людей, не изменников Родины, а именно достойных людей, доказывать правоту своей концепции. Будет ли такая концепция? Проект «Народные лидеры» как раз и предполагает, что есть концепция, она согласована с многими людьми, и в том числе национал-патриоты и русские националисты участвовали в выработке этой концепции и сказали, да, это то самое, что мы и хотели бы сделать, прежде всего в социально-экономической сфере. Здесь расхождений практически нет. Вот в вопросе государственного устройства и государственно-правовых реформ большой вопрос. Нам трудно, видимо, будет найти какое-то понимание с левыми, а тем более уж с либералами и вовсе разговаривать невозможно. Но, по крайней мере, с любым отдельным человеком, если он не провозглашает вперед идеологические тезисы, можно найти какое-то взаимопонимание. Когда кто-то говорит, надо вернуться в СССР, у меня сразу ощущение такое, что у человека не все дома. Но можно как-то свои оценки придержать и допытаться. А что ты под этим подразумеваешь? Вот конкретно, как должно быть устроено государство, ты говоришь, вернемся в СССР. Ну, понятно, в одну реку нельзя дважды войти, поэтому все-таки что подразумевается под этим? Какое государственное устройство? Давайте, ну, только на уровне специалиста, не на уровне трепа. Конкретно, какие государственно-правовые реформы? Вот из нынешнего состояния в какое состояние вы хотите привести? И, соответственно, поэтапности, что конкретно изменить? Да, не все стереть, это не грифельная доска, взял тряпку, все стер и заново написал. Нет, тут все равно нужны какие-то этапы. Невозможно с пустого места строить государство. Оно вот уже есть, какие-то основы есть, на что-то надо опираться, что-то в первую очередь, что-то во вторую. Или человек там говорит, вот вроде меня говорит, русское национальное государство, что под этим подразумевается? Я вот создаю некую концепцию, опубликовал соответствующий материал, короткий, компактный, ну, все это есть там в книгах, в проектах, разработках и так далее. Ну, есть и компактный материал. Мы с этими материалами можем о чем-то договариваться, забываем идеологические догматы. Всю символику, давайте, вот как должно быть устроено государство без вот этого идеологического налета, без специфических слов, там, знаете, социалисты очень любят. Значит, прекратить эксплуатацию человека человеком. Вы вообще соображаете, о чем вы говорите? Что такое эксплуатация человека человеком? Было, есть и будет всегда. Одни рождаются рабами, другие рождаются свободными. Кому-то хочется быть рабом, кому-то нет. Не хотите быть рабами, становитесь свободными. Вот в этом, конечно, должны быть сняты все барьеры. Кто не хочет быть рабом, тот и должен получать соответствующие статусы. Но кому очень хочется быть рабом, ему должны быть открыты другие пути, ну, пусть он будет под контролем своего хозяина, под его опекой. Это было всегда, даже когда было рабовладение официальное. Были люди, которые стремились к свободе, они ее получали и даже получали возможность управления государством, как в Древнем Риме. Вольно-отпущенники были очень популярны для использования их на государственной службе, потому что они не были связаны какими-то родовыми узами или какими-то клановыми, партийными узами, которые их как-то стесняли. А вот как исполнительная функция, как исполнители, это широко использовалось. И в Древней Греции почему-то считают, что рабовладельческий строй – это сплошные рабы и хозяева. И какой ужас, какая эксплуатация. Да не было ничего этого. Просто военно-пленный лишен был всего имущества и лишен был возможности просто жить. Он становился рабом, потому что он жил при хозяине. При хозяине и другого источника существования у него не было. Но в конце концов сбежал на родину, и там, что он пришел, то его с радостью встретили. Человека, который потерпел поражение на поле боя, он вернулся куда? Ну, в принципе, теоретически мог бы и вернуться. Но его там, видимо, никто не ждал. И здесь тоже он не мог иметь возможности получить имущество и чем-то самостоятельно заниматься. Земля-то, земля вся поделена, где ты ее возьмешь? Ну, в неведомые страны, дойдешь ли ты туда? Наверное, были такие, кто стремился к свободе, тот ее получал. И в те древние времена. И в нынешние времена у нас рабов теперь гораздо больше, чем было в Древнем Риме, в Древней Греции. У нас весь народ порабощен нынешней группировкой. Да, мы живем, конечно, значительно лучше, чем в древние времена. Да, технологии продвинулись довольно далеко. И потом, для того, чтобы исполнять рабские функции, нам предоставляют определенные возможности для жизни. Все равно мы остаемся рабами, потому что мы не свободны в выборе своей деятельности, профессии и в выборе даже государственного устройства. Вот у нас рабовладельческое государство Российской Федерации, или точнее оккупированное иными государствами территория, где поставлено гауляйтерство. Гауляйтеры несколько обнаглели, разгулялись. Вот теперь хозяева пытаются поставить их на место. Но нам чужды как гауляйтеры, так и их хозяева. И их склока между собой нас совершенно не касается. Пусть они загрызут друг друга. Вот такое должно быть отношение. Что касается выборов, здесь будет народный кандидат, надо все силы бросить на то, чтобы он получил максимум поддержки, максимум доверия. И неважно, какие цифры будут в итоге, он все равно будет народным президентом. Напишут ему там 10 миллионов человек, за него проголосовал хорошо, напишут 20, еще лучше. Нам не важно, сколько запишут. Мы прекрасно знаем, что записывают. Главное, чтобы мы записались в поддержку нашего кандидата, несмотря на то, что, конечно, это будет фигура условная, компромиссная, а по-другому и быть не может. Потому что надо перейти из нынешнего состояния полного краха государственности и экономики к какому-то более или менее внятному нормальному существованию. И я понимаю, что за каждого. Вот мы собрали команду народных лидеров. Представим себе каждого из этих народных лидеров в качестве кандидата в президенты или даже президента. И понятно, что за каждым из них много шлейф проблем. Ну, скажем, меня никто не выдвигал, но представим себе, я вот стал президентом. Или каждый из зрителей русских новостей может сказать, я президент. Так, какой шлейф на меня компромата есть? Можно найти? Да сколько угодно. Непрофессионализм, какие-нибудь скандалы, какие-нибудь не те публикации. А что не хватает, так того еще придумают. Всякие распустят слухи, всякое вранье. Это специалисты по вранью там специально набраны. В Кремле и вообще государственная служба это сейчас такое место, куда можно попасть, только совершив какие-то подлости. То есть, если на тебя нет компромата, ну какой ты государственный служащий? Конечно нет. Не можешь ты там существовать. Честных людей туда не набирают, потому что они вроде как неуправлены. Они тогда свободны. То есть, честный человек свободен. Он не может быть управляем каким-то подлецом вышестоящим. Поэтому надо обязательно превратить человека в подлеца. Ну, это делают на моих глазах тоже некоторые люди. И с вполне порядочных и честных превращались в подлецов. Но если ты находишься вне системы и пытаешься ее как-то сломать, разрушить, заместить какой-то другой, то тогда тебя тоже стараются превратить в подлеца, но уже не предоставлять тебе выбора. Там-то выбор есть, идти на госслужбу или нет, совершать подлости или нет, подставляться под служебные репрессии, оставаясь честным человеком или нет. А тут выбора нет. На тебя формируется компромат, его вываливают и еще начинают подтверждать всякими бумажками. Они могут быть сфабрикованы, они могут быть интерпретированы. И как всегда, суждения на уровне бытовых умствований, нет дыма без огня. Если что-то сказали про тебя дурное, наверное, может быть не так много гнусностей, но как что-то там есть нехорошее. Вот нам надо будет предпринять какое-то духовное, душевное усилие, чтобы преодолеть те подлые измышления, которые на выборах в отношении народного кандидата, народного президента будут. Нужно подумать о том, что все-таки мы все грешны, а человек, который выходит на свет, все его грехи, во-первых, становятся видны гораздо ярче, чем если бы он находился в тени. А во-вторых, еще ему и напридумывают много чего еще. Проект «Народные лидеры» состоит в том, что определенная страховка есть. Во-первых, есть программные разработки общие, именно с этой разработкой народный кандидат в президенты должен выходить на выборы. Ни с какой другой, он не придумывает сам для себя. Все уже придумано, он находится в команде. Команда тоже, это команда равных, а не команда «ты начальник, я дурак». И в этой команде он выдвинут, как фигура, способная зарегистрироваться на выборах, выйти на выборы. Но это не значит, что он единственный и неповторимый. Вокруг него и остальные есть со своими достоинствами, ну, конечно, и со своими недостатками. И вот эти недостатки каждый должен себя ощущать, но использовать достоинства для того, чтобы вложиться всем в единый проект. На выборах, конечно, власть никто не собирается отдавать. Не будет этого. Поэтому мы рассчитываем не на выборы. Вот те, кто говорит, ну, что вы занимаетесь там всякой ерундой. Да мы не на выборы рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что эта система абсолютно недееспособна. Что Путин уже стар, просто стар, физически негоден уже никуда. Хотя ему там создают всякие эти имиджевые проекты, что якобы он годит. Можно снять в течение трех секунд, как человек бежит 100 метров, а сказать, что он пробежал 10 километров. Ну, примерно вот в таком духе все эти имиджевые ролики и делаются. Поэтому смена власти неизбежна. Номенклатура, вот эта новая номенклатура, либералистическая, которая въелась во власть, чекистская. Вот эта агентура, агентура врага, потому что мы уже это видим и понимаем. Из тех, кто наблюдает за ситуацией, что это абсолютно чуждые для нас люди, которые себя называют чекистами. Еще там называют именем Дзержинского какие-то там школы, какие-то училища. Еще даже и Дзержинского он КПРФ пытается вернуть на Лубянку. Понятно, что многие враги России постараются поставить после Путина такого же Путина. Мы стараемся, готовимся заранее к тому, чтобы ни в коем случае этого не допустить. Чтобы была обязательно фигура, которая может быть предложена народу уже на других выборах, где фальсификации будут добиться значительно сложнее. Они, конечно, постараются, но мы постараемся их ограничить в этом и на этих выборах, и на всех остальных. Поэтому и возник вот этот проект «Народные лидеры». Народные лидеры и инициатором этого проекта стали национал-патриоты. Национально-патриотические силы провели съезд и выдвинули команду народных лидеров. Сейчас будет еще один съезд, который выдвинет одного, может быть, нескольких кандидатов в президенты. Именно народных кандидатов. Я прошу тех, кто занимается этим делом или кто обращает на это дело внимание или еще обратит, понять, что речь идет не о том, чтобы выбрать человека без страха и упрека. Ну нет таких, не найдешь, не найдешь. А если, может быть, где-то и есть такие люди, то их невозможно поднять до какого-то уровня известности и включить, успеть включить в процессы согласования. Потому что надо же все обсудить, человек должен быть хотя бы минимально известен всем сторонам, всем противникам нынешнего режима. И тогда возникает возможность его выдвинуть. А если это замечательнейший человек, но его никто не знает, тогда, увы, ничего не получается. Есть такие люди, я думаю, что в новой России, в истинной, настоящей России, в вечной России, которую мы стремимся строить, обязательно будет кадровая политика, которая будет искать этих людей без страха и упрека. И стремится втянуть в государственное управление. Потому что многие из них давно разочарованы и говорят, да мне это не нужно, я лучше буду заниматься конкретным делом, приносить пользу людям, чем входить в ваше вонючее болото. И действительно, это именно так. Вхождение во власть – это вхождение в вонючее болото. Сам провоняешь и превратишься еще в такую же жабу, которая там прыгает. В русском движении у нас в основном все новости связаны с политическими репрессиями. Вот, скажем так, часть русского движения, очень сильно побитого репрессиями, участвует в проекте «Национальный лидер» или «Национальные лидеры». И это действительно достойная политическая, это реальная политика, это не имитация политики, не глупости какие-то, это реальный политический процесс со всеми его проблемами. Но все остальные новости у нас связаны с политическими репрессиями. Адвокаты Алексея Суханова лишили статуса адвоката, лишили его возможности заниматься своей профессиональной деятельностью. И виновником этого гнусного поступка является председатель Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Юрий Пилипенко, запомните фамилию этого негодяя. Конечно, этот человек должен в нашей системе, в русском государстве, или хотя бы в непутинском или постпутинском государстве получить все, чего он заслуживает. Алексей Суханов, безусловно, человек наидостойнейший. Редко среди адвокатов можно найти человека, который отстаивает чуть ли не физически, предотвращая какие-то воздействия своего подзащитного. И защищает не только подзащитного, но и защищает свою профессию адвоката от разных извращений, которые есть в головах судей, в головах прокуроров, в головах судебных приставов. И он защищает закон. Закон, свою профессию адвоката и своих подопечных, кого он защищает в судебном процессе. Я других таких не знаю. Это уникально добропорядочный человек. И вот этот Юрий Пилипенко должен быть следующей властью, репрессирован как человек, исполняющий заказы русофобской антинациональной, антигосударственной власти. Тут я попал в одну ситуацию, что то, что я сказал, это может восприниматься как угроза и может быть заведено уголовное дело. Вот точно так же, к слову пришлось, скажу. Я тут получил визит, как есть такое произведение, визит прекрасной дамы, но в данном случае визит двух полицаев ко мне домой, когда меня там не было, с целью скорее запугать, чем что-то сделать, или скорее всего начать процедуру возбуждения уголовного дела. Вот некая проверка. Существует ли такой человек Андрей Николаевич Савельев. Поручено было двум полицаям прийти ко мне домой. Вот встретили они мою жену, задали какие-то идиотские вопросы, где я нахожусь, действительно ли я здесь проживаю. И потом прошли они по всему подъезду, опрашивая обо мне всякие глупости. Им нужна была просто бумажка. Вот они всех опрашивали и сказали, ну а теперь подпишите. Люди отказывались. Потом на следующий день пошли докладываться, какие вопросы им задавали. Вот моя жена с ними разговаривала. Прошли весь подъезд и только на первом этаже. Они добились того, что все-таки подпись получили под каким-то непонятным протоколом, чего неизвестно на каком основании сделанным. С помощью шантажа. Просто сняли на мобильный телефон, запугали женщину и сказали, ну вот мы же уже сняли, все уже, давайте теперь подписывайте. Это, конечно, шантаж и это попытка начать дело. Как фабрикуются дела? Это и во всех остальных случаях я тоже смотрю, как фабрикуются дела просто против граждан, на которых указал некий палец. Вот этот палец я бы хотел найти, его сломать или оторвать, а потом вот эту голову, которая дала приказ этому пальцу, поместить в места не столь отдаленные. Вот как это делается. Пишется донос. В данном случае я все размышлял, откуда это все, весь этот бред. Я полагаю, что доносчиком является заместитель департамента безопасности и борьбы с коррупцией в Москве, господин Олейник. Это преступник, я не сомневаюсь. И мое сообщение о том, что я его деяния считаю преступными, и что уголовная статья на него уже есть, скорее всего именно это и послужило фабрикацией доноса. Но донос тем только и хорош, вот этой негодяйской власти, что он начинает некую процедуру. Если в сталинский период просто по доносу приходили, сразу задерживали, сразу применяли разнообразные меры физического воздействия, не только психологического, сейчас вот видите психологическое воздействие, ну пришли, перепугали весь подъезд, два полицаи ходят по подъезду, опрашивают, что тут у вас сосед, наверное, какой-нибудь уголовник или государственный преступник. Тогда сразу приступали непосредственно к делу, не только психологическое, но и физическое давление, и фабрикации допросы, протоколы, подписи, вызывают свидетелей, свидетелей тоже там склоняют к всякого рода подлостям. И очень быстренько набирается дело, том дело, обвинение, суд Сибирь. Это в самом простом варианте. У нас тот же самый процесс, только с более мягкими средствами воздействия. Тоже основа, это вот первая бумажка, донос, одна страница. Дальше идут заказ справок на того, на кого донесли. Справки, как делают сейчас, очень просто. Интернет открываем, собираем чернуху, пишем справку, подпись и так далее. Такая справка уже вот ФСБ на меня готовилась по заказу такой знаковой дамы в следственных органах. Следователь Талаева такая есть. Вот она заказала на меня справочку. Так что справочка уже есть. Я видел эту справочку в деле Кирилла Барабаша. Была такая справка, когда я его защищал. Естественно, на меня надо досье создавать. Ну вот досье уже есть. Еще одна бумажка, еще разные запросы. Уже появляется, уже дело появляется. Уже независимо от того, существую ли я на свете или нет. Затем идут уже накопления дальнейшего материала. Вот приходят они, составят какие-то протоколы, еще бумажка. И вот эти бумажки, потом свидетели, свидетели приглашаем и так далее. Затем следующий, обыск, обыск, изымаем все что угодно, неважно имеет это отношение к исходному доносу или нет. А оказывается он и дальше интерпретируется. Куча бумаги изъят, какие-то там личные письма, бумаги, книги и так далее, перечни всякие составляются. Обвинительное заключение в конце концов будет состоять из десятков страниц, которые описывают, вот как в случае Ольги Никитовой, которую судят за рассылку ссылки. Вот ссылка на интернет-публикацию, рассылалась с ее почты. Сколько там, 10 человек получили это письмо, 20, неважно. Вот за это ее судят. Но у нее проведены обыски. И материалы этих обысков, опросов свидетелей, все это уже превращается в толстенный судебный том. И когда все это попадает к судье, судья, естественно, читать все этого не будет. Смотрят, да, уже тут такая работа проведена. Нельзя ее обнулить, потому что суд и следствие это одно и то же. Разницы между ними нет никакой. У нас оправдательных приговоров в Российской Федерации не существует. Поэтому, если дело есть, если оно возбуждено, оно неизменно попадает в суд, а в суде оно неизменно заканчивается обвинительным приговором. И судья лишь может варьировать степень этого приговора. Как правило, все эти степени просто высшие. Дальше ехать некуда, когда за эту ссылку Ольга Никитова грозит в том числе реальный срок лишения свободы. Ну, это же абсурд, согласитесь. Ну, вот в таком же духе действует и в отношении меня, хотя я там никакой ссылки не рассылал, предупредил, как я полагаю, я предупредил Олейника о том, что он совершил преступление, и он будет наказан, и уголовная статья по этому поводу есть, а речь шла о запрете проведения митинга. В общем, в запрете таком подлом, неясном, либо московские власти должны говорить, мы вам отказываем в согласовании этого мероприятия по таким-то имеющимся в законе причинам и по таким-то обстоятельствам, которые позволяют применить эту норму закона. Либо говорят, мы согласовываем. Вот этот негодяй, подлец и противник даже того конституционного строя, который есть, господин Олейник никогда в своих отказах, это по сути дела отказ, не пишет, почему отказал, либо согласование не содержит ничего, потом согласуется, потом там тоже это беззаконная деятельность, согласование, а какие у вас будут лозунги, а кто у вас там будет, какие кричалки и так далее, давайте вот все согласовываем. Это, конечно, за пределами закона. Но, по крайней мере, в ответах этого нет, что мы вам согласовываем при таких-то условиях. Не может быть никаких условий, само закон, все условия, все там содержатся. Здесь же нет, фактически идет, даже нет слов отказ в согласовании. А вот в данном случае, в случае со мной, мне просто было написано, оформите, вы оформили не в соответствии с законом свою заявку. Почему? Тогда должно быть указание. Какие статьи нарушены, что именно, каких моментов там не было и так далее. Ничего этого нет. Поэтому я и написал очередное уголовное преступление. Олейник ведь не один раз, а много раз, может быть сотни раз отказывает людям в осуществлении их конституционных норм. То есть он является противником Конституции. Он получил предупреждение, и теперь, понимая, что веревочка-то заканчивается, уже все, вот уже этот режим падет, и олейнику придется отвечать за свои преступления, он пытается, вот начал дергаться, да, вот написал на меня донос. Ну, не страшно. От сумы, от тюрьмы никто не зарекается. Главное, что мы говорим, вот фабрикация таких дел, это и есть деятельность нынешнего режима против русских людей, против русского движения и против будущей русской национальной власти. Они не хотят отвечать перед народом, поэтому стремятся к тому, чтобы народ уничтожить, а все, кто выступает за русское народное национальное государство, всех как-то придавить, придушить. Ну, там, мне не позволяют выйти в средства массовой информации. Уже много лет, с 14-го года ни разу, вот, ни разу не пригласили, ну, всяких идиотов, которые выступают в разных шоу. Честно говоря, мне туда и идти-то не захотелось бы, я отказался. Было дело, что приглашали на передачу, которая идет в течение дня, и там всякий Ор Шум Гам стоит на Первом канале, смотреть это невозможно, и участвовать там постыдно, поэтому бог с ним. Но, тем не менее, вот такие формы репрессии, а когда уже действительно конец режима близок, тогда более жестокие репрессии. Самая темная ночь наступает перед рассветом. Вот эта темная ночь сейчас и опускается на нас, на русское движение. Юрий Екишев арестован сразу же в тот же день, когда его выпустили, когда он полтора года по совершенно сфабрикованному, фальшивому, подлому делу просидел в тюрьме. Полтора года. И там апелляция ему сняла только один месяц, в какой стати я представить себе не могу, но вот такой подарок. Месяц сняли с этого полуторагодичного приговора, и еще через месяц после апелляции выпустили, и в тот же день арестовали по новому сфабрикованному делу. Почему? Потому что есть указания, к выборам надо поляну как можно сильнее вытоптать, всех затоптать, всех, кто эффективно борется с нынешним подлым оккупационным режимом. Сейчас будет апелляция по делу Вачкова 28 декабря, намечено апелляционное заседание, тоже абсолютно подлое дело, чтобы невозможно было его выпустить до выборов, потому что он скажет все, что думает, и внимание к нему будет приковано. Это же настоящий народный президент, если бы он был выпущен, то сейчас мы бы его поддержали, и всеми силами бы собирали подписи за его выдвижение кандидатом в президенты. Поэтому стараются не только его не выпустить, а еще и заткнуть ему рот, хотя это и трудно сделать, потому что мы все время вспоминаем о Владимире Васильевиче, и как бы от его имени все время и говорим. Все, что мы говорим, это поддержку его и выражение его позиций во многом. Где-то мы совпадаем, где-то не совпадаем, но в самом главном мы совпадаем. Поэтому мы как бы его голосом и продолжаем говорить. Поэтому нужно дальше этой подлой власти, нужно еще один приговор. Вот ему тоже приговорили, его тоже дополнительно полуторагодичный срок ему вляпали за видеообращение, где-то ничего, никаких призывов, возбуждений и так далее. Ничего там нет, подлый этот суд, судья Леднев, не знаю как там его, Самарский военный суд. Вот теперь военные коллеги Верховного суда будут рассматривать, почему военные коллеги. Причем здесь военный суд рассматривается вопрос о видеообращении. С какой стати вы вообще? Причем здесь военный суд? Потому что Владимир Васильевич это военнослужащий, который отдал долг служения народу и с честью прошел свою военную службу, вы поэтому его военным судом судите? Это ж не военно-полевой ли уже суд? Репрессии уже переходящие, всякие разумные рамки. Ну правда о разумных рамках вряд ли стоит говорить, нет там ничего разумного. Вот здесь тоже за видеообращение, то есть за слова прибавляют еще вот этот безумный срок. Это же преступление. Судья Днев, преступник, он должен сидеть в тюрьме. И вся коллегия, которая присудила, которая присутствовала при этом, прокурор, который приехал из Мордовии, просто сущий подлец, должен сидеть в тюрьме. Будет русская власть, они будут сидеть в тюрьме. Поэтому сейчас они как аки-собаки будут бросаться на каждого, кто будет об этом говорить, кто реально приближает наступление русской национальной власти. Сейчас идут апелляционные слушания по делу ИГПР ЗОВ. Людей осудили на 3,5-4 года за попытку организации референдума. Кто такой приговор может вынести? Только подлец Криворучка, который в тюрьме должен сидеть просто однозначно. Один из первых, кого должна арестовать русская национальная власть, это судья Криворучка. Потому что это преступник, он совершает преступление против основ государственного строя. Любой, какой бы ни был бы строй в Российской Федерации, он будет предусматривать референдум. Если попытка организации референдума это объявляется преступлением, то тот, кто это объявил, является первейшим преступником. Сейчас апелляционные слушания, мы прекрасно знаем, как оканчиваются все апелляции. Кто проходил все эти процедуры, апелляции, касаться... Все прекрасно знают, как ведут себя в этих судебных инстанциях. Даже по резонансным делам могут смягчить, а могут и не смягчить, а могут наоборот усугубить наказание. Поэтому надо внимательно за этим смотреть. И вот такие резонансные дела, как дело Ковачкова, дело Екишева. Я думаю, что резонансным должно быть и дело Ольги Никитовой, потому что на такой абсурд, что дальше уже ехать некуда. Разослал-то ссылку, даже не важно, как она, что под этой ссылкой, не важно. Человек мог даже не читать. Он прочитал первые строки, подумал, что кому-то это может быть интересно. И разослал по сети, по адресам. За это судить? Вы с ума сошли, что ли? Судья Уханова, который рассматривает это дело, вы с ума сошли? Вы должны закрыть это дело немедленно за отсутствие события правонарушения даже, не то что преступления. И сказать, что все, что вы думаете о прокуроре, который все это дело курирует и представил это дело в суде, и о следователях, которые все это дело сфабриковали. Все вот это, все это чушь собачья. Вы занимаетесь преступными деяниями, господа, так называемые правоохранители, правоискривители. Вы искривляете право. Поэтому вам сидеть в тюрьме, это не угроза, а это напоминание о том, что есть не только Божий суд, но есть и суд человеческий. Вот этот суд должен вас поместить в тюрьмы, потому что вам на свободе делать нечего. Вы рабы этого режима, вы самоопределились как рабы. И еще как надсмотрщики над нами, кто считает себя свободными людьми. И в заключение хотел бы сказать, что есть события, с одной стороны печальные, а с другой стороны это повод вспомнить о достойном человеке. У нас отмечают всякие юбилеи, хоронят с литаврами кого-то, людей, которые нашему отечеству, нашему народу на самом деле не служили. Ну, такие популярные люди, раз популярный, тогда ты в новости попадаешь. А есть те, кто в новости не попадает, именно потому что ведет себя достойно. Ушел из жизни Валентин Белоконь, академик Академии космонавтики, разных других общественных структур, объединяющих настоящих ученых. Да, он не стал академиком большой, так называемой Академии РАН. Но там, вы знаете, какие академики, которых Путин вдруг обнаружил, что, оказывается, РАН конкурирует с ним по поводу контроля за какими-то персонажами. И те стали академиками, там всякие замминистры, всякие проходимцы, их избрали академиками. Ну, и вот Путин их туда и отправил, мол, а не хотите на государственной службе заниматься в академике, захотели слава туда. Ну, вот такая академия. Поэтому, если человек не стал академиком этой, так называемой, большой академии РАН, это не значит, что он не является крупным ученым. Вот Валентин Анатольевич Белоконь являлся крупным ученым и в области физики, как теоретик, физик, как специалист по летательным аппаратам, был действительно такой энциклопедист, чья деятельность еще дальше пошла, вот его энциклопедизм позволил захватить еще и вопрос истории воздухоплавания и истории военного самолетостроения, история авиации времен Второй мировой войны. Я помог ему выпустить, ну, можно сказать, книгу, последнюю его книгу, последнюю его работу, которая называется «Вспышки Второй мировой». Вот эта книжка, она была выпущена по возможности тиражом 80 экземпляров всего-навсего. Ну, она, я надеюсь, и попадет людям, которые действительно продвигают дальше, продолжают интеллектуальную жизнь общества. У меня есть еще четыре экземпляра этой книги, один экземпляр еще я оставляю в своей библиотеке. И тех, кто занимается вопросами военно-техническими, военно-техническими вопросами истории Второй мировой войны, я готов прислать эту книгу. Она небольшая, но очень концентрированная по содержанию материала. И это авторские цифры, которые, ну, обычно редко публикуются или вообще не публикуются. Обычно цифры кочуют из книги в книгу, книгу по разным там ссылкам и так далее. А вот кропотливая работа по оцифровке каких-то данных, которые делает сам человек, это редкий случай. Вот эту книгу я и предлагаю тем, кто интересуется этой темой, кто намерен дальше продвигать исследование Второй мировой войны, которое, естественно, фальсифицировано со всех сторон и со стороны коммунистических, и со стороны антикоммунистических сил. Нам нужна правда о войне. Вот в этой книжке есть много из того, что является правдой, и много фактов, которые остались за пределами рассмотрения ученых-мужей, историков. Вот Валентин Анатольевич Белоконь некоторые вещи он знал просто, поскольку, ну, как бы, варился в среде, где эти вопросы обсуждались, и он, ну, как бы, входил в некую элиту, элиту науки, в какие-то круги, которые являются закрытыми для обычной публики. Я бы не скажу, что там просто все набито каким-то эксклюзивом. Но, тем не менее, этот эксклюзив там в аномально концентрированном виде, в аномально большом виде в сравнении с другими публикациями, которые сейчас доступны о Второй мировой войне. Этим сообщением я бы хотел выразить соболезнования родственникам, друзьям покойного, его коллегам по науке, и напомнить всем, что есть достойные люди, они живут среди нас, и они нуждаются и в нашей поддержке, и в дружественном расположении, и именно на них стоит, на их плечах держится еще Россия, и она будет держаться, можно сказать, до последнего праведника. Вот главное, чтобы мы не допустили крушения нашей государственности, оккупационный режим ликвидировали бы, а всех преступников посадили в тюрьму, освободив при этом политзаключенных. Редактор субтитров А.Семкин